Анаэробные тренировки могут эффективно лечить ожирение печени. Результаты нового исследования, проведенного учеными из Тринити колледжа в Дублине, показали, что фитнес это более эффективный клинический способ смягчения симптомов у больных ожирением печени, чем похудением. Неалкогольное ожирение печени это заболевание, характеризующее нездоровым накоплением жира в печени. Печень играет центральную роль в ряде процессов обеспечения жизнедеятельности организма, в том числе в пищеварении, свертывании крови и выработке энергии. Отсутствие лечения приводит к серьезным осложнениям, таким как фиброз, образование рубцовой ткани, цирроз, печеночная недостаточность и рак печени, а также к сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям. Факторы риска ожирения печени это диабет второго типа и ожирение. Распространенность этого заболевания в мире составляет 25%. Следовательно, это основная причина хронических заболеваний печени, которая быстро превращается в главную причину цирроза и рака печени у кандидатов на трансплантацию печени в развитых странах. До сих пор ввиду сложности в получении одобрения на испытания фармацевтических препаратов, основным методом лечения ожирения печени было предписано больному похудеть от 7 до 10% и повысить физическую активность. Имеются данные, согласно которым тренировки даже без значительного похудения снижают уровень жира в печени у пациентов. Оценки выполнены неинвазивными методами, такими как транзиентная эластография и ультразвук. Однако, до сих пор никто не пробовал отдельно оценить эффект тренировок с помощью биопсии золотого стандарта диагностики неалкогольного ожирения печени. Новый эксперимент показал, что улучшение спортивной формы в результате аэробных тренировок можно казаться более важным клиническим фактором улучшения самочувствия больного, чем похудение. В Ирландии и в мире наблюдается тихая эпидемия неалкогольного ожирения печени. В настоящее время в Ирландии отсутствует государственная программа выявления этой болезни, поэтому реальный уровень ее распространения неизвестен. Однако, база данных больницы в Дублине уже содержит более тысячи историй болезни с таким диагнозом и это количество растет из года в год. Эксперимент, проведенный в Тринити колледже, впервые с помощью биопсии показал значительное улучшение состояния печени у больных неалкогольным ожирением печени в результате тренировок даже без клинически значимого похудения. Кроме того, результаты исследования показали, что улучшение состояния печени в значительной мере зависит от улучшения спортивной формы больного. Однако, последующее наблюдение за участниками эксперимента показало, что ни один из положительных эффектов тренировок не сохранился. Это уникальный эксперимент, так как в ходе испытания пациентам была проведена повторная биопсия, а единственным вмешательством были тренировки. До сих пор только два исследования эффекта тренировок были проведены с применением повторной биопсии, но они имели значительные методологические ограничения. В ходе их проведения низкоинтенсивные тренировки с отягощением проводились без наблюдения, что могло привести к небольшим изменениям результатов биопсии печени. В ходе данного эксперимента ученые впервые сопоставили ослабление симптомов болезни с улучшением спортивной формы пациентов, что позволяет предположить взаимосвязь между этими явлениями. Доктор Филипп О'Горман из отделения физиотерапии колледжа Тринити рассказал следующее. Положительный эффект тренировок четко наблюдается как в кардиометаболических показателях пациентов, так и в показателях печени. Полученные данные показывают насущную необходимость создания таким больным возможностей для тренировок в рамках территориальных сообществ, так как положительный тренировочный эффект не сохраняется в долгосрочной перспективе. Результаты нашего эксперимента ясно продемонстрировали наблюдаемый в течение 12 недель клинический и терапевтический эффект тренировок. И в плане улучшения кардиореспираторного статуса пациентов, который все чаще рассматривается как значимый клинический показатель, вызывает опасения ограниченность или полное отсутствие тренировочных пространств, как в больничных отделениях, так и в общем системе здравоохранения Ирландии. Как показали результаты нашего исследования, эффект у тренировок нестойкий, поэтому нужно обеспечить пациентам возможность постоянного участия в тренировочной терапии в условиях территориальных сообществ. Необходим системный подход, в рамках которого врачи смогут направлять пациентов на тренировки к местам специалистов, чтобы обеспечить долгосрочный положительный эффект занятий. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok